Тут такая музыка играет. А меня интересуют эти цветочки. Будем их резать, потому что мне это надо. Так, все, с праздником весны, господа. Поставим их сюда. Если не утонут до съемки, а если что, пойдем еще нарежем. О, ну как всегда, началась запись, пришел Кузя орать. Падла. Сейчас я его покажу, тут скотина. Где она? Где этот маленький урод? Кузя, иди сюда, скотина. Че ты орешь? Че ты орешь? Орет на эту кошку. Черную. Сидит в засаде. Хай пипл. Как говорили в молодости 80-е годы на дискотеке. Итак, этим видео я решил открыть новую рубрику. Не знаю, правда, насколько она будет живучей. Но, а вдруг. Эту рубрику я назову рабочим названием диспут клуб. Т.е. я не думаю, что здесь мы будем получать с вами однозначные ответы на вопросы, которые, ну как минимум, приходят в мою голову. А может быть, впоследствии будут приходить и в вашу голову. И мы их будем здесь, в таком живом формате, в видео формате, пробовать, искать на них ответы и обсуждать. Сегодня тема, которую я хочу предложить, для многих она будет непонятна. Для многих, я знаю, она будет скучна. И я не знаю вообще, можно ли это назвать темой. Ну, коль скоро это мой канал, коль скоро это моя голова. И коль скоро в нее приходят эти вопросы, то я подумал, что я имею моральное право это озвучивать и публично выносить на ваше, наше обсуждение. Итак, вот вопрос такой простой. Может ли являться свет частью композиции? Провокационный вопрос. Я знаю, что многие скажут, конечно же, да. Но не спешите. Потому что я думаю, что в большинстве случаев свет в композиции, он является инструментом. то есть это инструмент передачи, в данном случае, фотоснимка. Ну, изображение, если хотите. И я разделил для себя два, как бы две функции света в кадре. Это инструмент и элемент или объект кадра. Я не буду сейчас лезть в живопись, хотя придется туда чуть-чуть залезть. Но вот давайте я сейчас кое-что попробую объяснить. Я сразу заранее предупреждаю, что я, как говорил, у меня нет готового ответа на то, что я сейчас сформулирую. Или попытаюсь, во всяком случае, это сделать. Я даже собрал тут, как вы видите, такой экспериментальный стенд. Для того, чтобы потом продемонстрировать свой вопрос. Визуализировать его. Вот смотрите. Если мы приходим с вами в картинную галерею. Ну или, не знаю, включаем свои мониторы, на которых наши фотографии. То, если выключить монитор, снимок исчезнет. Соответственно, если выключить свет в зале, в галерее, на экзибишен, на их выставках. Согласитесь, мы ничего не увидим с вами. Поэтому, в данном случае, вот в таком функционале, я называю свет как инструмент. Без которого мы ничего не увидим. Давно известно, что, если убрать на каком-то спектакле представление костюмы, свет театральный. Не знаю, что там еще убрать можно. Звук. Какое-то звуковое оформление спектакля. То, если останется сам по себе актер с залом. То, если это хороший актер. Зритель не будет замечать всех этих исчезновений, по большому счету. Потому, что все, что я перечислил, это инструмент усиления, акцентирования. Или приглушения внимания на его какое-то действие. На какую-то конкретную сцену. Ну, там, драматургию. Поэтому, как говорили когда-то у нас в всяких самодеятельностях театральных. В которых я имел честь когда-то пребывать. Твою игру ничто не спасет. Ни костюм. Ни свет театральный. Ни звук. Ни фонограмма. Ни масса вот этой обслуги, которая работает на твое появление на сцене. Если ты говеный актер. И фотографии мне кажется то же самое. Что если мы делаем, к примеру, портрет. И в этом портрете не показан человек. То есть эмоция его. Ну, его внутренний мир, так как говорят. То свет сам по себе лишь потом усилит. Или что-то подчеркнет. И вот это я называю светом как элементом. Не элементом, а как инструментом. А что я называю свет как элемент в кадре. Это если он участвует как объект. Как, ну скажешь, если хотите. Это как объект, который участвует в числовом ряде. В композиционном ряде Фибоначчи. То есть когда мы там знаем 1, 1, 2, 3, 5, 8. Вот этот числовой ряд. Ну, мы о нем когда-то говорили у меня на канале. И вы можете где-то раздобыть эти видео. Гораздо более, может быть, даже и лучше сделанные. И я читал очень много всяких умных книжек. С непонятными словами и с понятными словами. Но в конечном итоге все сводится к тому, что по закону жанра, композиции мы должны преследовать вот этот числовой ряд Фибоначчи. Он и работает в архитектуре, в гармонии, ну и в музыке и так далее, и так далее. Так вот, если мы... Вот может ли свет выступать в качестве как объекта? То есть, грубо говоря, нести какую-то смысловую нагрузку в кадре. И если его убрать из кадра, то все, картинка разрушается. Ну, например, вот такой вот дурацкий вопрос совершенно. Мысли вслух. Известная классика, спорная классика, будоражащая классика. Ну, квадрат Малевич, черный квадрат Малевич. Я не буду сейчас вдаваться в интимные подробности разбора этого произведения. Это произведение, несомненно. Я сейчас просто задам простой вопрос себе и вам. Если из этого кадра убрать черный цвет? Заметьте, ну, кадр, да, я буду называть это кадром, потому что мы фотографы. Смысл всей композиции теряется. Вот сделайте его красным или сделайте его желтым. Нет, он почему-то черный. Ну, почему я думаю, что многие понимают. Ну, а кто не понимает, я не буду сейчас разглагольствовать на эту тему. Почитайте многие исследования по этой теме. Это очень интересно. Мы докатываемся до таких открытий, как торсионные поля, абсолютное ничто, или стартовая нулевая точка, вообще авангарда, искусство и так далее. Бог с этим. Ну, вот представьте, он теперь не квадрат, а круг. То есть форма, мы сейчас не трогаем форму, мы говорим о свете. Меня заинтересовал этот вопрос. Может ли свет являться объектом съемки, а не инструментом? И когда есть смысл его использовать как объект съемки, а не как инструмент. И вот, например, черный свет или цвет, как вам угодно, но это цвет и свет одновременно, уходят из этого произведения. Все произведение не становится. И поэтому я считаю, что это объект композиции. Это, на самом деле, взаимосвязанная вещь. Но вот это вот такой, на мой взгляд, один из примеров, что я подразумеваю под объектом и под инструментом, говоря о свете. Допустим, давайте подумаем вот еще, а такой кадр, например. Представим себе, я сейчас не буду это демонстрировать, но представим себе. Источник света, одиночный. Лампа. Ну, то, что под рукой было. Свеча. И мы с вами что-то в кадре освещаем этим предметом. Вот этот самый фитилек, который горит в этом объекте съемки. Участники композиции. Является ли он частью композиции с точки зрения, как можно его причислить к числовому ряду Фибоначчи? Или это инструмент? Я думаю, что и то, и другое. Потому что можно считать лампа – один, фитиль – один, один, один. Хотя предмет – объект один, но можно разделить на два. Но если я им что-то еще освещаю, лицо, допустим, или какой-то важный сюжетный другой объект в этой композиции, то без его участия он не будет этой композиции. Соответственно, он и инструмент. Но это я так, мысли вслух повторяю. Может быть, кому-то это занудно, ребята, но тогда же вы знаете, что делать. Просто проматываете и уходите. Я никого никогда не выгоняю, я просто подсказываю, когда человеку скучно или громко, или еще что-то. Для этого есть в ваших руках регулировки всякие. То есть я не диктатор. Я делаю, как я хочу, как я считаю. А вы, вам оставляю демократический инструмент регулировать это. Проматывать, делать тише, громче и так далее. Отвлеклись. И вот этот каскад мыслей, мне стало интересно проверить на практике, насколько это действительно будет влиять на восприятие. Я вот соорудил такой маленький фотосетик, совершенно простецкий, совершенно, ну, вообще никакой. Для того, чтобы без претензий на шедевр, как я говорю, да. То есть это не будет какой-то, может быть, завершенная композиция или там история в кадре. А продемонстрировать самому себе, ну и, собственно, и вам визуализировать это, насколько будет меняться восприятие от того, является ли свет участником композиции как объект, или является свет в чистом виде как просто инструмент выражения, передачи. Ну вот я, как всегда, по традиции вас сейчас проведу, что я тут натворил. А потом мы их с вами уже начнем фотографировать. Я вслух буду что-то произносить, может быть, какую-то глупость. Но тем-то, на мой взгляд, и хорош диспут-клуб для того, чтобы вы и я, и мы могли вместе вслух проговаривать некоторые свои открытия, как нам кажется, или сомнения, или мы будем с вами, собственно, открывать Америку, который наверняка до нас, может быть, кто-то уже давно открыл. Я так думаю, что это так и было. Но, во всяком случае, я из тех источников, которые мне попались первые под руку, не нашел четкого конкретного ответа на этот вопрос. Но с точки зрения вот и так, и так, как правило, все отвечают. Это и одновременно и то, и другое. Но мне кажется, что можно все-таки это разделить и использовать в целесообразность. Когда наступает целесообразность использовать свет как объект, и когда наступает целесообразность использовать свет как только инструмент. Или когда нужно сочетать эти вещи. Ну, в общем-то, вот такие вот моменты. Потому что иногда мы это делаем неосознанно, на подсознании. Просто делаем, нам просто нравится. Но я думаю, что композиция – это наука. Я убежден в этом. И я думаю, что эту науку может освоить даже тот человек, который, ну, мягко говоря, не предрасположен к прекрасному, так скажем. Ну, рожден, что ли, без внутреннего ритма гармонии. Это все можно развивать. И вот этим путем, если идти вот так по косточкам что-то разбирать, то для дотошных дядек и теток, я думаю, что можно поставить достаточно хорошо походку. Я себя отношу именно к таковым. Потому что я рожден человеком, который никогда в карандаш в руки не возьмет и шедевр не создаст. Может быть, и камеру я возьму, тоже никогда не создам шедевр. Но если как это тянется к этому душа, то почему этому препятствовать? Давайте пройдемся сейчас по вот нашему сооружению, как всегда, и потом продолжим. Ну так, начнем вот с этой точки, где я буду, собственно, снимать. Это наш с вами экспериментальный стенд, так скажем. Ну, камера, понятно, с триггером, понятно. Вспышка номер раз, установленная вот на этой а-ля штативе стойки. Она будет светить на какую-то композицию. Я повторяю, меня сейчас как таковая композиция меньше всего интересует с точки зрения эстетики, там, смысла и так далее. Просто есть какие-то предметы. В данном случае зеркало не входит в композицию, пока не входит. Это просто не объект композиции, это инструмент. То есть, это своего рода маленький отражатель, который чуть-чуть нам подсвечивает фронт предметов, которые находятся в кадре. Ну, понятно, наша камера, которая снимает все происходящее, экшн-камеры, ну и камера, которая одновременно и диктофон, и камера, которую я сейчас ношу в руках. Так, что же у нас с вами находится? Ну, бэкграунд. Очень все просто, ребята. Просто три доски светлого цвета, которые мы когда-то пилили, делали в какой-то там интермедии. Дальше у нас идет с вами фрост рама. Ну, фрост материал. Он расположен, ну, как экран. Как он будет крепиться и что и чего, это я не думаю, что это сильно принципиально. Самое интересное я поставил сзади. Итак, я просто сделал так, чтобы можно было эти ворота наши с вами двигать по оси туда-сюда. Ну, чтобы просто сюда проходить и кое-что менять. Итак, ну наш волшебный с вами фонарь, которому это часть нашего крокуса, вспышка. И проект проецирует вот этот наш проектор, а-ля проектор из крокуса, часть крокуса, проецирует нечто на нашу рассеивающую поверхность, фрост раму. Вот, чтобы вы понимали, когда я буду чего-то менять, чего-то изменять, ну и там что-то комментировать. Я даже сегодня не задействовал наш монитор. Вот тот, что стоит, он мне, в принципе, не нужен, потому что я не собираюсь, повторяю, делать какой-то конечный кадр. Хотя, черт его знает, все может быть. Ну и вот это все вот так вот выглядит, то, что вы видите. Предметы мы можем менять. Мы это, наверное, будем делать. Подвигаем вот таким образом эту нашу фрост задник или отодвигаем. И можем тоже какие-то делать регулировки. Здесь у меня, я еще не договорил, значит, заготовлено. Вот синий фильтр я нацепил. Сюда я могу помещать некоторые вещи. В данном случае у нас есть заготовка, трафарет. Ну давайте приступим. Так, пока мы здесь находимся, я сразу включу нашу вспышку. Да, что-то, что-то там пыхает. Бог с ним. Так, это я вам все рассказал, показал. Так, отодвигаем, проходим. И задвигаем, и задвигаем, и задвигаем обратно. Все. Вот, собственно, наши нехитрые с вами сооружения. Включаем второй источник света. То есть, по сути, мы с вами работать будем на двух источниках света. Ничего, как говорится, у нас не будет происходить сверхъестественного. То есть, для поиска ответа на данный вопрос я решил обойтись двумя этими источниками света. Я выключу сразу верхний свет, потому что он будет мне мешать. Вот. И что мы с вами делаем первое? Вот как оно есть, вот без всяких прикрас. У меня оно сейчас в камере скадрировано. И мы будем снимать с вами без света. То есть, я просто тупо нажимаю кнопочку, у меня даже не включен триггер. Вот мы получили с вами кадр. То есть, по сути, ну вот кадр. Вот без света, без, как говорится, утопил цветы я локтями своими. Но это теснота, теснота, блин, как она меня достает уже, господи. Так, мы получили с вами кадр. Вот вы его видите. Ну, кадр себе и кадр. То есть, предметы какие-то мы соблюли с вами, вот, а-ля типа пирамидка, не пирамидка. Сейчас не об этом речь. Можно чуть его, кстати, выше поднять. Было бы, чтобы раскрыть предметы. Ну, оставим как есть. И вы в кадре видите раз, два, три, четыре. Четыре предмета. Четыре предмета. И вот, собственно говоря, и все. Там мы сейчас включаем с вами триггер. Там на нашей вот той задней вспышке. Просто я использую его сейчас как фонарь, как подсветку. Ни больше, ни меньше. И давайте вот сейчас мы две вспышки у нас включены. Две. Наведемся еще тщательней на резкость на наш объект. Вот, ни меня ничего. Вот я руками не трогаю. Вот только сделал резкость. Сейчас проверю единственное, что да, работают вспышки. Вот. И теперь еще раз кадр. Вот. И вот у нас пришел свет. На наш, на наш праздник жизни, в нашу композицию пришел свет. Ну, вот он, этот кадр такой, какой есть. Я его не обрабатываю. Вот я вам просто его тупо показываю в непосредственно, как он есть. Как он читается в кадре. Можно там уже дальше его компоновать. И, на мой взгляд, вот здесь свет является чисто инструментом. Потому что, вот допустим, демонстрирую вам. Я, к примеру, вот тут вспышку, которая у нас на том вот заднем фонаре. Ну, вот, ну, контровой свет. Я ее сейчас просто выведу из оркестра. То есть, я ее выключу. То есть, задник у нас не работает. И мы снимаем только вот этой боковой, работаем боковой вспышкой, которая нам делает пятно. Я туда просто подложил желтый фильтр. Ну, придать такой вот теплоты, что ли, да, там. И мы с вами, не меняя положение камеры, делаем кадр. Вот. Вы видите вот то, что вы видите. Я повторяю, я ничего тут, диафрагмы не меняю, ничего не меняю. Свет не меняю. Все. Является ли здесь свет, вот тот, который мы выключили, элементом композиции? Можно ли его считать, грубо говоря, пятым элементом? Как в том фильме. Пятый элемент, но я не специально. Нет. Ну, мой ответ нет. Ваш ответ я не знаю. Присылайте. Сделаем наоборот. Выключим этот свет. Выключим его. А тот включим. Ну, вот снимаем. Вот свет. То есть этот выключили, тот включили. Можно ли его считать? Ну, правда, там пересвечивает у нас, можно его поменьше сделать. Но это сейчас не в этом вопрос, как я говорю. Это не суть вообще. Можно ли его считать объектом композиции? Кругом там. Вот без этого круга жизни бы не было в этом кадре. Что-то вообще там нет. А вот если мы начинаем с вами, включим оба света. Оба света включим. Так, я путаюсь в педалях. Ну, то есть сделаем вот еще вот такой кадр, который у нас, собственно, и был. Единственное, что надо уменьшить, конечно же. Задник у нас там сильно перешивает. Ну, сделаем там, я не знаю, там, на вскидку. Вот. Ну, вот так. Пускай так будет. Пока. Это у нас там кадр 87. Теперь вот на этом 87 кадре начнем убирать некоторые объекты из кадра. То есть я просто тупо беру. Ну, к примеру, я убираю песочницу эту. Вот. Убрал. И фотографирую. Вот композиция разрушается, на мой взгляд. Ну, потому что она разрушается. Можно ли из этих предметов, которые есть, создать композицию? Не думаю. Почему? Во-первых, а логичные предметы. Во-вторых, они сами по себе не связаны. И если вы даже их поставите вместе в кадр, то, ну, какой-то наркоман пил чай из носика. Вот. Короче, сейчас мы не будем говорить о натюрморте. Вот. Мы говорим о свете. Я все время улетаю. Окей. Окей, окей, окей. И вот, а свет, если мы отсюда будем убирать с вами, вот, из этого ужаса, он вообще не повлияет. Я вам говорю точно. Ну, ну, допустим, я вот беру и задник выключаю. Там. Ну, вот, выключил задник. Оставилась только боковая вспышка. Ну, вернее, задник остался, только боковой вспышки нет. Ну, вот, сравнивайте, там, 89-й, а там, 88-й. Вот. Ну, вот, пятно, вот это ушло световое. Ну, и чё? Ну, оно как было говно, так и осталось говном. То есть свет, в данном случае, как инструмент, а не как объект съемки. То есть он ничего, ну, скажем, в композиционном плане не меняет. Меняют находящиеся объекты. Теперь я хочу превратить, сейчас поставим обратно нашу с вами песочницу, как я её говорю. Единственное, что я чуть-чуть раскрою, чтобы были видны максимальное количество элементов. Пускай вот так. И вот я хочу сделать одну вещь. То, что у меня сейчас передний край, этот самый, как его, книги не высвечен там. Вот это я сейчас вообще на это забиваю. Я повторяю, в кадре раз, два, три, четыре объекта. Очки, книга, песочница. Ну, можно и песок считать в песочнице, хотя это сильно уже. И сам чайник. И вы скажете, а где же тут Fibonacci? Я сам долго искал ответ на этот вопрос. Честно говоря, вот именно потому, что я не работал над самыми объектами в кадре, ну, как бы, может быть, я здесь не сильно об этом позаботился. Но здесь есть 1.1. Это фон и сам бэкграунд, на котором, ну, подложка, на котором стоят объекты. Следующий кадр должен быть два. В смысле, следующее число должно быть два. Их что-то должно объединять. Если вы внимательно посмотрите, сейчас я, может быть, даже вас поднесу, только звук чуть-чуть пошуршит. Вот. Вот если вы внимательно посмотрите на это 2.2 мое, то здесь их объединяет вот этих два объекта, чайник и часы. Цвет. Именно цвет. Поэтому я могу считать их двойкой. То есть, 1.1 соблюдено, двойка есть. А дальше должно число 3. И вот здесь числа 3 нету. Почему? Потому что есть очки и книга. А что третье является, ну, как бы, нет. Ничего не является. Сейчас я вас как-то верну обратно сюда. Все, я вам показываю. Так, ну, вот этот микрофон просто я не цепляю на себя. Потому что я туда могу двинуться и кирдык будет. Ну, вы-то будете там слышать нормально. Сейчас я тут поправлю нас. Вот там где-то. А что является тройкой, да? Тройки нету. Тройкой может явиться вот то, что мы с вами вначале под музыку розовой пантеры ходили и срывали. Цветочки. Какие-то цветочки. То есть, цветовые пятна в композиции. Это если мы говорим о композиции. И мы с вами, к примеру, берем эти цветочки. Неважно, какого их количества брать. Потому что Сережечка их все равно уже угандонил все. Вот. Берем эти цветочки. Ну, к примеру, я говорю. И швыряем там куда-нибудь швыряем. Но, вообще-то, лучше всего их сделать, чтобы они были еще ярче. И вот куда-то вот так вот швырнуть. Пускай и начальник. Все равно их там нихера видно не будет. И снимаем еще раз повторно. Вот с этими цветочками. Цветочков, естественно, не видно при таком расположении. Значит, надо их бросить вот куда-то сюда. Ну, короче, вы поняли. Их надо раскрыть. Это объект, который мы можем считать цифрой 5. И если мы будем работать и там будем высвечивать, то можно их причислить к пятому, как говорится, элементу. Но мы говорим о свете сегодня. Так, ладно. Бог с этими цветочками. Сейчас, если бы девочки будут смотреть и мне скажут, вот, срывал цветочки, пересрал и все. Лучше б не срывал. Ну, извините. Искусство требует жертв. А теперь давайте введем световой пятый элемент. Как мне кажется. Я повторяю, я могу ошибаться. Как мы это сделаем? Ну, очень просто. Пойдем и кое-что поставим в нашем волшебном фонаре. Давайте. Сейчас я приважно схожу. Не выключаю камеры. Пошел. Отодвигаем ворота наши, проходим. И делаем кое-чего. Я не знаю, насколько там это будет правильно все. Можно там подвигать будет. Но сейчас даже не в этом нам момент. Важен. Подвигаем наши экраны место. И вас ставим тоже на ваше место. Законное. Все. Где-то так. Не знаю, как вы там. И делаем кадр. О! Что у нас получается с вами, господа? На мой взгляд, картина как-то начинает преображаться с точки зрения недостающего завершения. Пятый элемент. И пятым элементом я вырезал в виде трафарета простое, ну, подобие окна. Там, ну, когда-то я здесь, вот в этой коробочке у меня тут лежат всякие трафареточки. Согласитесь, да, я сейчас опять повторяю. Я не буду сейчас обсуждать с вами там расположение объектов, там, неподсвеченный корешок книги. Все это я могу сейчас выставлять здесь. Я могу, в конце концов, взять вот так просто зеркало как-то в руки. Чтобы оно не было, конечно же, не попадало в мой кадр. И постараться как-то рефлексировать этим и чего-то там менять. Это все, я сейчас не об этом, поймите меня. Я вам сейчас просто о том, что, на мой взгляд, в данном случае, то, что можно назвать ассоциативным, вызывающим ассоциацию образом окна, можно считать пятым компонентом в композиции, согласитесь. Его можно сейчас чуть-чуть подвигать, чтобы эта перепонка, где часы, не продолжение часов было. Можно его сместить вправо, влево. Но он начинает все равно присутствовать в кадре. И вот теперь, заметьте, если я сейчас выключу вот тот самый задний свет, который до этого не сильно-то был, в общем-то, что он был, ну как он, что был, не был, влиял, но это не было, ну как мне кажется, ну что ли. То есть самодостаточность кадра оставалась при этом. Если бы мы там мощность чуть увеличили бокового света, там погуляли этим пятном, зумом поработали. Ну, то есть самодостаточность данного освещения работала при выключенном заднике. То в данном случае, если выключаю задник, вот, вот, остается то, что остается в кадре, что у нас уже было. Понимаете? А вот мы теперь включаем задник, и заметьте, этот задник не тот задник, который был у нас, когда был просто круг. Получается вот то, что вы видите. Вот такая, вот такая пища для размышлений. И дальше я, конечно, могу сейчас начинать уже тут работать. Я могу уже тут вот черти-четворить. И вот теперь, если я веду, грубо говоря, цветочки как шестой элемент, а как ни странно, они ничего не разрушат. Потому что основное, во-первых, световое пятно, акцент будет, можно, как это, можно им привлекать внимание, или отвлекать, или менять цвет. Сейчас я там поставил синий светофильтр, окна нашего, а-ля окна. Вот на этом, как это, заседание нашего диспут клуба первого заседания объявляю полузакрытым. Потому что, если вы захотите, то пишите что-то. Дарю вам вот этот вот маленький весенний букетик. Ну, а я без вас уже продолжу тут изгаляться с точки зрения того, чтобы может что-то у меня там получилось для моего маленького портфолио. Потому что, ну и плюс, моя тема вечная тема натюрморта. Почему она вечная? Потому что я никогда не умею его снимать. Но иногда что-то получается. На сей оптимистической ноте пишите заключение ваши, профессора. Делайте всякие выводы. Либо ругайтесь. Ну, без мата желательно. Вот. Всем пока. И да, если вам это, ну вообще как бы это, это направление интересно, то как-то дайте знать. Или подбрасывайте какие-то темы. Если это будет в моих техническо-пространственных возможностях, я обязательно попробую это воспроизвести. Все. Всех с праздником весны. Пока, ребята. Удачи. Вот эта фиада мне напоминает из-за области... Аска ржавая, проросшая ландыши и вот такая ландыши всякая. Здесь я уже буду двигаться с точки зрения... Так, здесь я хочу вот здесь вот так делать. Ага. С точки хорошо, только надо теперь сместить. Пишка я. Не подсматривать. Решение... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok